Люба На синем, ослепительно синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром неправдоподобные белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, будто вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами. И такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех, уцелевших после боя за хутор, сухой эльминь. Сто семнадцать бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли с омкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона капитан Сумсков. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко, завернутого в полинялый чехол полкового знамени. И все так же, не отставая, шли в рядах легко раненые бойцы в грязных от пыли повязках. «Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мирной поступе людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова в любую минуту развернуться и снова принять бой». Николай бегло оглядев знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. «Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней!» Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, он поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и тогда он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез. «Развинтился я, совсем раскис, а все это жара и усталость делают!» Думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом на литые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага. Теперь он шел, не оглядываясь. Тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлившиеся в памяти картины недавнего боя. Положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из пола окружения, губительный огонь с флангов, срезанный осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью.